Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я очень рада приветствовать вас сегодня. Мы с вами будем сегодня говорить на очень интересную и, я скажу, прямо актуальную тему. Задания, которые мы сегодня взяли для разбора, они для детей являются достаточно сложными и трудными. Порой ребенок может заучить теоретические положения, но не может их иллюстрировать или прокомментировать при помощи разнообразных примеров. А ведь это как раз таки свидетельствует о том, насколько четко, насколько осознанно изучен материал, насколько ученик понимает, насколько он себе представляет те события и явления, о которых он пишет, о которых он говорит. И, конечно, для многих детей иллюстрировать примерами, примерами из жизни, примерами из истории, примерами из социальной практики, различные социальные явления, вот это задание вызывает большую трудность. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, как с самого начала при изучении общества знания можно у ребят формировать те или иные компетенции. Мы начинаем изучать общество знания с шестого класса, и уже в контрольных работах, на уроках общества знания мы стараемся так донести до наших ребят информацию о различных социальных явлениях, процессах, чтобы они смогли осознать, понять сущность этих социальных явлений, процессов, социальных институтов, их функций. Но вот самым лучшим способом для того, чтобы до детей это хорошо дошло и осталось в их памяти, является приблизить вот эти все термины, понятия обществоведческие к жизни ребенка, к его конкретному социальному опыту, приблизить и связать эти термины с материалом, который изучается на уроках по другим школьным предметам. Конечно, общество знания имеет очень большой потенциал вот этой связи межпредметной, и мы можем очень четко проводить параллели и искать примеры тех или иных событий, явлений и в истории, конечно, и в литературе, и в географии, и в естественных науках, если речь идет, допустим, о вопросах познания, о вопросах развития науки, и в социальном опыте каждого ребенка. И вот чем нам удастся ближе подойти к личному социальному опыту, к опыту своих родителей, ну и к тому, что когда-то изучалось на уроках, или, допустим, ребенок встречался с этим на протяжении своей, пусть еще небольшой, непродолжительной жизни, тем это знание будет более доступно детям и интереснее будет учить на уроках общества знания информацию, материал о тех или иных событиях или явлениях. Истина, она всегда, конечно, в чем? В фактах, да, а вот примеры, иллюстрирующие те или иные социальные явления, они как раз таки и представляют собой многочисленные факты. Ну вот, ребенок должен четко понимать уже в шестом, в седьмом классе, в восьмом, ну и, конечно, выпускник девятого класса и одиннадцатиклассник четко должны понимать, какое суждение представляет из себя факт, да, а какое является оценочным суждением. Помните, когда-то у нас в контрольно-измерительных материалах, в ЕГЭ, у нас было даже такое задание, где нужно было определить характер, да, высказывание, то ли это суждение, то ли это факт. Так вот, когда ученик, когда ученик выполняет задание, направленное на иллюстрацию теоретических положений примерами, он как раз таки четко должен понимать, что ему дается, что ему дается определенное теоретическое положение, то есть ему дается суждение, а его нужно проиллюстрировать чем? Фактами, фактами из жизни, фактами из изученного материала и так далее. Наши пособия, они очень систематизированы хорошо и существуют в виде разнообразных комплексов. Ну вот, перед вами комплекс для подготовки к ОГЭ по обществознанию. Он включает в себя тематический тренинг, книгу, основную книгу «30 вариантов ОГЭ по обществознанию». Ну а затем есть отдельные книги, которые посвящены, ну, наиболее, скажем, важным вопросам. Значит, есть у нас, допустим, такая книга, как «Обществознание в таблицах и схемах», здесь содержится теоретический материал, ну вот я хочу сказать, как раз таки здесь есть теория, а фактических примеров в данной книге нет. Зато у нас есть большой справочник по обществознанию, в котором мы старались и теоретические положения привести, и проиллюстрировать примерами, которые являются, ну, понятными и доступными для ученика. Вот эта книжечка, она рассчитана для подготовки и к ЕГЭ, и к ОГЭ, и в ней вы найдете необходимый материал. Ну, точно так же и ребята для самостоятельной подготовки могут использовать эту книгу. Кроме того, для тех деток, которые хотят получить максимальный результат по обществу, которые мало того, что им интересна школьная программа, но они еще и занимаются дополнительно по обществознанию, стремятся как можно больше узнать о нашем обществе, о тех процессах, которые в них происходят. Есть книжечка «Олимпиады» по обществознанию, и она тоже станет полезной для работы с разными видами заданий, в том числе и с такими заданиями, которые ориентированы на умение привлекать примеры для того, чтобы иллюстрировать разные социальные явления и процессы. Это комплекс по ЕГЭ, для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Здесь вы видите тоже основные книги, тематический тренинг, 30 вариантов для подготовки к ЕГЭ. Затем у нас есть книги, которые посвящены отдельным заданиям. Например, книга по составлению сложного плана, развернутого ответа, книга, которая посвящена заданиям высокого уровня сложности, написанная Пазиным Романом Викторовичем. Есть у нас книги, которые посвящены и другим заданиям, и теоретическим положениям, и все они помогут как следует подготовиться к выполнению самых разнообразных заданий. Плюс к тому, в них во всех содержатся развернутые ответы, которые позволят сравнить свой ответ с тем, который представлен авторами, оценить свой ответ. Ну и возможно использовать ответы для того, чтобы сформулировать потом свои ответы, опираясь на алгоритм оформления ответа, который представлен в сборнике. Ну и, конечно, умение представлять теоретические знания в виде конкретных фактических положений формируется постепенно. И если мы с вами посмотрим содержание контрольно-измерительных материалов всероссийских проверочных работ, то там мы в чистом виде не увидим, допустим, задание, в котором будут просить нас проиллюстрировать примерами то или иное событие и явление. В то же время есть обращение к социальному опыту ученика. Ну вот посмотрите, задание 6 класса, оно звучит вот так, первое самое задание. В нашей стране все дети, достигшие 6,5 лет, принимаются в школу. Как вы думаете, почему государство заботится о том, чтобы дети учились? Здесь просто ученик должен порассуждать. А вот смотрите дальше. Составьте рассказ о своей учебе, используя план. Какие школьные предметы вызывают у вас интерес? Почему? Какие предметы являются трудными для вас? В чем вы видите причины трудностей? Здесь представлено задание, ну скажем, самого простого уровня, но оно направлено на обращение к социальному опыту ученика. То есть в данном случае ученик не должен применять какие-то знания, которые он получил на уроке. Он должен обратиться к самому себе и вспомнить, какие школьные предметы вызывают у него интерес, объяснить почему. То есть это, скажем, самый простой способ уже обращения к чему? К фактическому материалу. Ну и в данном случае ученик, конечно, будет высказывать свои чувства, свое отношение, свои интересы. И это, скажем так, это вот это задание, это первая ступенечка вообще для того, чтобы вот ребенок понял, что здесь он должен обратиться к своему именно чувственному, эмпирическому опыту. Ну и дальше, седьмой класс, смотрите. Здесь подобие того же самого, и для многих детей эти задания, они не вызывают определенной сложности. Ну и я еще вот что хочу сказать. В заданиях, которые направлены на выбор ответа, встречаются задания на анализ определенной ситуации. Вот в данном случае идет как бы переход, наоборот, вот идет от, если в заданиях старших классов мы видим, у нас идет в основном переход от теоретического положения к фактическому положению. То есть нужно в жизни подобрать или в знаниях определенных, исторических или там экономических знаниях, из политической жизни страны, из социальной практики, из личного социального опыта. Здесь пока идет наоборот такой переход от ситуации, то есть факта, к определенному теоретическому положению. И мы часто встречаем такие задания, задачи. Ну это и задания по финансовой грамотности, допустим, когда нужно, используя фактический материал, потом перейти на свои теоретические знания определенные. Ну вот здесь в седьмом классе, например, такое задание. Взрослые могут много рассказать о своей трудовой деятельности, но в школьные годы главная деятельность – это учеба. Проанализируйте свое свободное от учебы время и место труда в нем. Составьте рассказ о видах своего труда, используя следующий план. Чем вы занимаетесь, когда трудитесь дома? Для чего вы трудитесь дома? В каких видах общественно полезного труда вы могли бы участвовать или участвовали? В чем вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников? То есть в данном случае идет такой, скажем, непритязательный, такой несложный процесс обращения к чему? К социальному опыту самого ребенка. И семиклассник, он должен, зная теоретические положения о том, что такое учебная деятельность, что такое труд, что такое общественно полезная деятельность, да, он, зная вот эти теоретические положения, должен подобрать из своей жизни те виды занятий про себя, про своих близких, которые как раз-таки будут нам иллюстрировать вот этот труд такой. Ну и восьмой класс, посмотрите, обратите внимание, здесь уже идет общение в интернет-пространстве, в информационном пространстве, информационная грамотность, да, и вот здесь смотрите, какие даются вопросы, как часто вы заходите в интернет, с какой целью, как вы относитесь к размещению человеком в социальных сетях персональной информации, чего, по вашему мнению, при этом не следует делать. То есть вот в данном случае идет обращение, опять же, к социальному опыту ученика. Это несложно, это достаточно, это достаточно, так скажем, доступно ученику, но это ступенька, это подготовка к более сложным заданиям. Если мы посмотрим работу ОГЭ, основного государственного экзамена, то мы можем увидеть, ну, если, скажем, вот в полной мере это задание, на иллюстрацию примерами каких-то теоретических положений, это задание 23, которое включено в общее тестовое задание к тексту. Как правило, берется фраза автора какая-то, да, утверждение автора, его высказывание, либо какие-то положения из текста, и просят подтвердить, привести какие-то два примера определенных, да, вот, ну, вот как в данном случае, допустим, у нас был текст об освоении разных профессий, я его не стала выкладывать, потому что, в принципе, вот это 23 задание примерно однотипно, в разных контрольно-измерительных материалах, в разных вариантах, оно вот как раз таки направлено на умение иллюстрировать примерами. Ну и дальше, смотрите, приведите две любые профессии и специальности, в каждом случае укажите конкретные причины такой ситуации. Ну вот, ответ на первый вопрос, он у нас взят из текста, что не будет снижаться спрос на специалистов массовых профессий, да, вот, ну и ученик должен подумать и определить, исходя из, возможно, своего социального опыта, исходя из опыта своих родителей, исходя из социальной практики, он должен определиться, а какие профессии, какие профессии, вот, относятся к числу вот этих массовых и объяснить, почему они всегда будут востребованы. Ну и в данном случае приводятся примеры, ну, мы берем, допустим, официанты, бармены, работники, допустим, различных учреждений быстрого питания, общественного питания, кафе, кофеин, да, вот они все будут востребованы, почему? Потому что современное общество, это все-таки общество, в котором преобладают услуги, да, и вот, скажем так, все больше и больше людей пользуются услугами вот таких вот различных учреждений или предприятий общественного питания. Поэтому, конечно, спрос на них будет всегда, вот мы пишем, да, допустим, официанты, бармены, работники кафетерия, продавцы, ситуация объясняется естественной потребностью для развития рынка труда. Ну и дальше это, конечно, люди, которые обслуживают, которые создают необходимые условия для нашей нормальной жизни, потому что, конечно, от них во многом зависит и наше настроение, и комфорт нашей жизни. Это машинисты насосных установок, электромеханики, слесари, сантехники, да, пусть их профессия не является престижной, и как бы, но она всегда востребована, потому что таких людей их всегда не хватает. Вот, ну вот, примерно так. Ну и в нашей книге по, в наших книгах по подготовке к ОГЭ по обществознанию, и в книге «30 вариантов», и в тематическом тренинге вы найдете много интересных заданий, которые направлены на иллюстрацию примерами теоретических положений. Ну, я думаю, что сегодня мы с вами большее внимание, конечно, будем уделять заданиям, которые будут встречаться у ребят на ЕГЭ. Здесь, конечно, есть определенные задания, которые всегда вызывали и вызывают определенные трудности. Ну, вот посмотрите результаты ЕГЭ прошлого года, который у нас был, да, и обратите внимание, вот задание 23, задание 26 – это как раз-таки были задания на раскрытие, на примерах теоретических положений и понятий социально-гуманитарных наук. Ну и задание 29 – сочинение, да, там тоже нужно было на конкретных примерах приводить фактически аргументы. Ну, вот в связи с тем, что в этом году у нас произошли изменения в демонстрационном варианте, в КИМах, мы в этом году, наши ребята будут пробовать писать, не пробовать, а писать работу по, значит, новому демонстрационному варианту. Ну, вот задание 29, которое вызывало трудности у нас сейчас, нет, да. Задание 23, 26 у нас тоже было, скажем так, рационализировано, и, скажем, 26 было убрано из работы, да, оставлено только 23. Почему? Потому что по проверяемым умениям, компетенциям они дублируют друг друга. Поэтому, ну, мы можем сказать, что современным нашим ребятам, которые будут сдавать экзамен в этом году, да, для них остаются в качестве вот таких вот важных заданий на иллюстрацию примерами. Это задание 19, которое раньше было 23, 26 исключено, да, и это задание 25, которое, ну, как бы создано заново, да, это новое задание, хотя оно проверяет те же самые компетенции, которые в части проверялись и в сочинении. То есть, ну, оно состоит, мы увидим с вами, из двух частей. В первой части 25 задания нужно аргументировать положение, то есть использовать теоретические объяснения, а вот во второй части, да, назвать что-либо, да, и привести конкретный пример. Но пример часто бывает не просто вот такого, скажем, характера привести, назвать, да, но еще и указать, допустим, как тот или иной социальный объект или процесс влияет на общество в целом, или какие-то другие вещи, ну, о которых мы с вами сегодня будем и говорить более подробно. Ну, я вот еще на что хотела указать, что, конечно, следует обратить внимание наших ребят на то, что важное такое дополнение было в этом году включено в указание к оцениванию выполнения заданий. Ну, во-первых, была такая включена информация, посмотрите, пожалуйста, не следует в развернутом ответе на любое из заданий 17-25, ну, а я говорю применительно к 19-му и 25-му, приводить больше позиций, признаков, характеристик, примеров, аргументов, чем требуется в задании. Не точности и ошибки в дополнительных элементах ответа могут привести к снижению балла. Ну, мы знаем, что по правилам оценивания, если в перечне правильных ответов вдруг окажется один неправильный аргумент или пример, то в данном случае балл будет снижен на один балл. А если два неправильных, да, то в таком случае балл будет снижен до нуля баллов. Да, что, 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 что? Подскажите, на следующий год, 23-й, в ОГЭ по обществознанию планируется изменение? Вернут 25-е задание сочинения. В ОГЭ у нас сочинения не было. Это что-то вы напутали. А о том, какие будут изменения в ОГЭ, ну, дело в том, что пока мы не можем, конечно, судить, предсказать. Дело в том, что вот в таком, скажем, полном объеме, дай бог, дети выполнят работу ОГЭ первый раз. Потому что у нас в связи с пандемией коронавируса, да, потом вот прошлый год был такой достаточно переходный, у нас дети ОГЭ в полном виде таком, в котором был, при которой был представлен в демонстрационном варианте, они работу не писали. Поэтому вот посмотрим, как все будет происходить. На самом деле, вы видите, что контрольно-измерительные материалы совершенствуются, они все более и более подводятся под требования в ГОСА. И поэтому, конечно, сейчас мы ничего об этом не можем говорить, но увидим в сентябре, какие будут даны нам на следующий год демонстрационные варианты. Вот. Так. А почему время сократили? Ну, время сократили при написании, не путайте, работы ЕГЭ. В работе ЕГЭ у нас сократилось количество заданий, ушло сочинение в ЕГЭ. И на сочинение, вы знаете, чтобы написать нормальное сочинение, нужно было где-то потратить, ну, около часа времени на экзамене. А то для некоторых детей и того больше. Поэтому, ну, вот, пробуя со своими учениками, когда мы пишем тренировочные тесты, я хочу сказать, что вот в том объеме и в той форме, в которой сейчас существуют контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по обществознанию, дети успевают написать работу. Даже время остается у многих. Вот. Дальше смотрите. Да. Ну, и поэтому я хотела бы предупредить вас и попросить, чтобы вы акцентировали внимание детей. Не писать лишнее, если они не уверены. Вообще лишнее не надо писать. Нужно хорошенечко отработать. И вот просят нас привести три примера. Приводить три примера. Дать два аргумента, значит, два аргумента. То есть стараться не допускать лишних ошибок, чтобы потом не потерять баллы, потому что может быть очень обидно. При этом я всегда учу своих детей подходить критически к тем ответам, которые они дают, и спрашивать самих себя, а нельзя ли это истолковать по-другому, а нет ли здесь какого-то спорного вопроса. И вот в этом случае стараться избегать спорных каких-то моментов и делать так, писать те ответы, которые на сто процентов нельзя истолковать по-другому. Ну, а вот теперь мы с вами посмотрим. Вот девятнадцатое задание, например. «Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте примерами любые три из перечисленных в тексте функций науки». Ну, у нас текста с вами сейчас нет, уважаемые коллеги. Ну, давайте мы себе представим, какие вот функции могут быть у науки современной. И попробуем сформулировать примеры, которые как раз-таки будут нам показывать функции. Так, вот я уже вижу, Наталья Сергеевна называет прогностическую функцию. Дальше, значит, да, сборник, я сейчас пока вы думаете, сборник «Работа с нормативными документами» у нас выходит с сентября месяца, как новая книга в новом сезоне. В этом сезоне было решено уже в серединке ее не издавать. Ну, это политика издательства с точки зрения, ну, скажем, коммерческой деятельности. Теоретическая. Нет у нас, Дамир Равилевич, не теоретическая. А как мы ее можем сформулировать по-другому? Какая функция? Ой, и гидонистическая, ничего себе. Так, мировоззренческая принимаю, прогностическая принимаю, воспитательную не принимаю, нет такой. Есть какая еще? Ну, познавательно-объяснительная, да, мы можем сказать еще какая. Какая социальная, да, Ольга Владимировна, правильно, так, хорошо, хорошо, какая социальная и непосредственно производственная функция науки. И вот давайте мы теперь посмотрим, ну, какие можно привести примеры. Вот, при этом, когда мы с детьми формулируем те или иные примеры, мы должны четко представлять себе, что вот факт, он на то и факт, что это то, что было с конкретными людьми в конкретной обстановке. Поэтому в формулировке факта у нас всегда должно быть кто подлежащее, кто действует, да, сказуемое, что было сделано и что из этого получилось. Ну, вот в данном случае мы иллюстрируем разные функции науки. Вот смотрите, причем в самом задании сказано, что нужно сначала привести пример, потом назвать функцию. Функцию нужно назвать правильно, то есть так, как она сформулирована, ее название сформулировано в учебниках по обществознанию. Итак, значит, ну вот прогностическая функция. Ну, я вот попыталась, привела такой вот пример. Например, смотрите, на основе наблюдений ученые выявили природно-климатические закономерности и с высокой степенью достоверности предсказывают землетрясения, наводнения, ураганы. Можно еще более конкретно сформулировать данный пример. Например, ученые Института изучения Земли, там и геодезии, допустим, предсказали, допустим, основываясь на своих наблюдениях за активностью вулканов в последние 15-20 лет, предсказали о повышении активности, допустим, вулканов, группы, допустим, ну, какие там, ну, дальневосточных, да, допустим, вулканов на Дальнем Востоке, на территории Российской Федерации, там, допустим, или предсказали землетрясение на Кавказе, не дай бог, вот, и так далее. То есть, вот в данном случае при иллюстрации примера у нас называется функция и четко дается тот или иной пример. Дальше смотрите, допустим, познавательная, объяснительная функция, допустим, ученые-океанологи, исследуя океанские впадины, глубины, допустим, изучая их строение, обитателей, допустим, растительный мир, выявили какой-то новый вид, допустим, ну, беспозвоночных каких-то там животных или там какие-то новый вид рыб, допустим, там, или еще кого-либо, да, вот. Так, дальше смотрите, такая функция, производственная функция, да, то есть, когда, допустим, ученые открыли свойства ультразвука, стали использовать его для того, чтобы сверлить металлы, ну, и так далее. То есть, вот, посмотрите, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, что здесь можно. Ну, и, конечно, ученые-биологи, допустим, обосновали эволюционную теорию происхождения Земли и так далее. Мировоззренческая функция, она способствует формированию научной картины мира, человека. То есть, в совокупности разные виды научных знаний, они формируют представление у человека о том, что из себя представляет окружающий мир, какое место занимает человек. Ну, мировоззрение – это система взглядов человека на мир и свое место в нем. И мировоззрение у нас может быть какое? Оно может быть обыденное или житейское, оно может быть мифологическое, оно может быть религиозное, и оно может быть научное или философское. Вот как раз-таки наука, как определенная форма общественного сознания, представляет собой основу для формирования научного мировоззрения, то есть системы взглядов человека на мир и свое место в нем. Вот, да, опознавательная, она решает какую задачу. Вот мы встретились с каким-то неизвестным нам событием или явлением. Ну, допустим, на небе там свечение какое-нибудь возникло или звук какой-то мы услышали, да. А наука, она что? Она должна нам предоставить информацию и объяснение. А из-за чего это произошло? А что является основой? А почему это произошло? То есть вот познавательно-объяснительная функция – это как раз-таки есть, что получение абсолютно нового знания. Или пояснение нам, предоставление знания о том, о чем у нас информации нет. Вот получается, в этом состоит суть познавательно-объяснительной функции. А мировоззренческая – это формирование мировоззрения человека. Понятно, я объяснила или нет? Так, имеется в виду, что мировоззрение, включая научное, формируется через познание мира. Конечно, через познание мира. Но функция познавательно-объяснительная – это функция, направленная на получение абсолютно нового знания. А мировоззренческая – это на то, что у человека в его сознании, у конкретного человека формируется у меня, у вас, у ученика. Вот, то есть вот в данном случае и вся разница. Так, ну хорошо, спасибо вам, коллеги, за вопрос. Ну вот посмотрите еще, вот такое, допустим, задание. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте примерами три любых нарушения правовых норм, из перечисленных в тексте сфер, которые заслуживают осуждения законопослушного гражданина. Ну, в данном случае мы можем называть абсолютно разные правонарушения. И здесь, конечно, ну вот фантазия вся за вами. Главное, что ученик должен понимать, что он должен привести примеры правонарушений, не нарушений моральных норм, обычаев, традиций, а это должны быть именно правонарушения. Вот, ну, здесь, я думаю, трудностей не возникнет, но я на всякий случай вот ответы вам здесь в файле предоставила, не в файле, а в презентации. Здесь может быть и неисполнение родительских обязанностей родителями, и нарушение правил дорожного движения, ну и нарушение условий договора, гражданско-правовой проступок. Так, дальше, теперь смотрите, вот интересный вопрос. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте примерами воздействие трех любых из перечисленных в тексте факторов на процесс модернизации. Ну, в данном случае, посмотрите, пожалуйста, ну, давайте мы с вами вообще просто вот для себя, да, определимся. Модернизация, что это такое за процесс? Вот ученик должен, ну, в тексте там у нас будет говориться, да, ну, а мы же с вами все-таки, коллеги, мы учителя, мы должны… Модернизация, что это за процесс? Переход на более… Так, хорошо, спасибо, Елена Николаевна. Усовершенствование правильно. Можно сказать, это что? Это переход от традиционного общества к индустриальному. И от индустриального к чему? К постиндустриальному, да? Модернизация в жизни обычно проявляется у нас в чем? Ну, во всех сферах общества мы можем ее наблюдать, этот процесс, правильно? Если мы берем, допустим, экономику, то модернизация, она будет осуществляться за счет чего? Прогресса, да, в средствах производства, правильно? Повышение квалификации работников, переходе от ручного труда к машинному и так далее, да? Хорошо. Дальше, если мы говорим о модернизации в политической жизни, то она должна осуществляться с развитием чего? Гражданского общества, правового государства, прав, свобод человека, гражданина, увеличение степени свободы человека в обществе, да? И создание комфортной политической такой вот среды, правильно, развития демократии. Если мы говорим о развитии духовной, модернизации духовной сферы, то здесь, конечно, должен проявляться что? В развитии науки, да, культуры, диалог культур, взаимодействия разных культур. Дальше, в чем еще? В развитии, ну, в какое-то время, допустим, если мы характеризовали развитие российской культуры, то это светскость, да, образование, светскость, искусство и так далее. Гуманизм, да, правильно, большое спасибо за дополнение, да, и так далее. Вот, если мы говорим о социальной сфере модернизации, то это что будет? Это будет социальное равенство, многообразие разных возможностей, социальных лифтов, которые будут способствовать изменению положения человека в обществе, да, доступности образования, ну и так далее. Вот поэтому теперь давайте мы посмотрим. Итак, факторы, которые влияют на процесс модернизации. Ну, в какой-то степени глобализация, конечно, может оказывать, да, Наталья Анатольевна, разные моменты. Ну, мы с вами сейчас не будем сильно гадать, а попробуем посмотреть, ну, именно те факторы, которые были названы в тексте, и вот они у нас тут приведены примерами. То есть, смотрите, значит, был назван такой фактор отставания политической сферы от других сфер жизни общества, и мы говорим, что она не способствует, а препятствует модернизации. И пример в данном случае может быть таким. Допустим, политическая власть в лице временного правительства в России в 2017 году не была способна решать насущные вопросы экономики, социальной жизни, и это способствовало революции. То есть, обострение у классовой борьбы, революции, ну, это препятствовало модернизации на какой-то период времени. Затем мы говорим о том, что модернизация у нас пошла, допустим, в экономике, да, в других сферах, в культуре, в науке, да, но она происходила при определенных условиях диктатуры пролетариата, да, и как бы решались многие задачи на протяжении, ну, достаточно короткого времени. Ну, наверное, с этим и было связано активное применение командных методов, да, и так далее. Дальше смотрим, смотрите, следующее, неготовность гражданского общества и низкий уровень политической культуры препятствует модернизации. Ну, вот опять, в начале 90-х годов советское общество было не готово к широкомасштабным экономическим, политическим, социальным реформам и потребовалось значительное время для формирования новой культуры общества. Конечно, вот эти 90-е годы, это была ломка, это было страшное время, когда многие люди, они просто не понимали тех событий, явлений, которые происходили. И сегодня, с позиции вот сегодняшних лет, мы оцениваем эти годы как очень тяжелые в истории нашей страны, но в то же время, вот в этот период зарождались определенные, совершенно новые, незнакомые для многих советских людей отношения. Мы сейчас не будем говорить о том, положительными они были или отрицательными, в истории не бывает одного цвета что-то, да. Вот, конечно, многие вещи были действительно трагичными для нашей страны, но были и попытки построить, создать нечто новое. Конечно, многое зависело от той ситуации, в которой наша страна проживала, кто был во власти, да, в тот период времени, ну и так далее. Поэтому вот в данном случае мы говорим о тоже препятствии модернизации. Вот, ну и смотрите, например, способствует политической модернизации внутренняя готовность общества к глубоким реформам. Ну и в частности, когда мы на уроках истории разбираем такую тему, как отмена крепостного права, а это шел достаточно длительный процесс, уже в начале 19 века поднимался вопрос, и декабристы ставили вопрос об отмене крепостного права, и затем нередко поднимался, да, он назрел. То есть вот российское общество оказалось подготовлено к отмене реформы 861 года, проведению буржуазных реформ, военной, судебной, земской, реформы в сфере образования и печати. И это способствовало все-таки достаточно быстрому вот такому вот развитию модернизации страны. Хотя, конечно, у нас все является относительно, если мы будем рассматривать готовность, допустим, крестьянства, да, то можно сказать, что абсолютно не все крестьяне понимали, а что им делать с этой появившейся у них свободой. Да, и свобода в полной мере, ну, возникла лишь к ликвидации временно обязанных отношений, да, которые будут гораздо-гораздо позже. Ну, вот в данном случае, конечно, мы можем говорить о том, что, да, вот этот вопрос, он, я думаю, у детей бы вызвал, ну, достаточно много сложностей определенных. Вот, теперь смотрите, ну, вот такой вопрос, допустим, используя обществоведческие знания, факты общественной жизни, назовите три естественных права человека, проиллюстрируйте примерами условия их реализации. То есть здесь не просто, вот смотрите, усложненный вопрос, да, здесь не просто назвать естественные права и проиллюстрировать их, да, допустим, там, каждый имеет право на жизнь, да, кстати, текст Конституции Российской Федерации, статьи Конституции, их можно использовать в качестве фактических примеров. То есть так и писать, Конституции Российской Федерации установлено, что, там, допустим, факт, вот. Дальше, смотрите, еще, и так, и так, и так, и так, и так, но здесь вот что усложнено, что нужно не просто эти естественные права назвать, да, проиллюстрировать, да, но еще и проиллюстрировать примеры условия их реализации. То есть при каких условиях они будут реализованы, да, вот право на жизнь, на неприкосновенность личной жизни, право на свободу вероисповедания, да, допустим, ну, еще что там у нас, на свободу передвижения, свободу совести, мысли, все это хорошо, это мы назвали. А дальше мы должны проиллюстрировать примерами условия. Ну, вот да, еще о чем хотела сказать, что вот в качестве формулирования примера мы можем использовать прям конкретное, конкретное предложение, в котором у нас есть подлежащее, сказуемое, да, как я уже говорю. И если нас просят, на что нужно здесь обращать внимание, если нас просят привести пример, как в Российской Федерации это происходит, то здесь мы уже не вправе чего-то придумывать, а мы должны вспомнить какие-то вопросы из социальной практики, может быть, из СМИ, может быть, из новостных программ, которые будут нам свидетельствовать о проявлении каких-то социальных явлений. Если же у нас вот звучит это так, какие условия, то здесь мы можем, скажем так, пофантазировать и смоделировать вот эту ситуацию, то есть взять свое любимое государство ЗЭТ, да, и, ну, вот сформулировать таким образом. Например, смотрите, в стране ЗЭТ благодаря эффективному экономическому развитию достигнут высокий уровень жизни людей, и это позволяет обеспечить комфортные условия жизни, труда, отдыха, доступность медицины и образования, что обеспечивает полную реализацию прав и свобод, создание экономических условий, позволяющих обеспечить реализацию естественных прав. Вот у нас будет создание экономических условий. И проиллюстрировали примерами. Знаете, мне немножечко, вот на мой взгляд, немножко не очень удачно построена конструкция, ну, вот ее так требуют разработчики Кимов, когда они говорят, сначала приведите пример, а потом укажите, какую, допустим, какую функцию или какое условие, допустим, он иллюстрирует. На мой взгляд, конечно, проще было бы и ученику начинать именно с указания условия или функции или всего, то есть наоборот, и затем приводить пример. Хотя, на мой взгляд, на мой взгляд, это будет, ну, поменять местами, если это, наверное, это не вызовет каких-то, ну, хотя, если вот эксперт будет проверять, вот именно конкретно по указаниям, по критериям, где просят сначала укажите пример, а затем назовите, допустим, функцию, то есть приведите теоретическое положение, то, скорее всего, это может вызвать определенные проблемы. Поэтому на это следует обращать внимание. Дальше смотрим. То есть в ответе не требуется называть конкретные разновидности естественных прав, а только раскрыть условия их реализации. Ну, а мы давайте вернемся в ответ. Используя знания, назовите три естественных права человека и проиллюстрируйте примерами условия их реализации. Так, смотрим, что у нас тут в ответе. Значит, так, это обеспечить комфортные условия жизни, труда, доступность медицины и образования, что обеспечивает полную реализацию прав свобод, создание экономических условий. Ну да, в принципе, здесь можно было указать еще право человека на достойную жизнь, достойный уровень жизни. И вот в данном случае создание экономических условий. Дальше смотрим. В стране Z функционирует демократический политический режим, сформировалось правовое государство, для которого права свободы человека являются высшей ценностью. Ну вот, в данном случае так. Дальше. В стране Z действует независимый суд, развита система правоохранительных органов, которая не только борется с правонарушениями, осуществляет профилактику противоправную, но и способствует формированию высокого уровня правосознания, правовой культуры, развития системы органов, позволяющей защитить естественные права человека. То есть вот таким вот образом. Конституцией пользоваться нельзя. Дети должны хорошо знать ее содержание. Не требуется знать дословно, наизусть. Не требуется знать номера статей. Этого, конечно, не требуется. Дети должны понимать сущность положения Конституции. Но со своими учениками, например, когда я занимаюсь, я обращаю внимание на то, что вот некоторые все-таки статьи Конституции, их желательно знать близко к тексту. Особенно это касается, ну, конечно, главы основы конституционного строя, да, права и свободы человека и гражданина. То есть это необходимо. Здесь, в принципе, не очень большой объем. Опять же, я не говорю дословно, прям вот, 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 прям до каждой буквы, но четкое содержание тех или иных статей Конституции, понимание, близость к формулировкам, которые даются в основном законе. Это позволит решить многие проблемы и избежать многих ошибок, получить на экзамене, ну, более высокий балл. Поэтому вот я считаю, что работать с текстом Конституции нам нужно стараться на каждом уроке, там, где есть хоть какая-то возможность. Вот Конституция, она должна быть дополнением к учебнику, в принципе, да. Это задание от составителей ФИПИ. Нет, это задание не от составителей ФИПИ. Я с вами делюсь нашими авторскими заданиями из наших учебных пособий. Но они составлены по тем требованиям, которые предъявляются к этим заданиям. И многие из них очень похожи на экзамене, встречаются у наших детей. Вот я хочу вам показать, да, книжечки наши. Это основная книга «30 вариантов подготовка к ЕГЭ». И книга «Тематический тренинг». Вот дальше задания 24-25. Ну, 24 – это вот, скажем, ну, та новация такая самая большая, которая у нас, кроме внесения заданий по Конституции, да, и новому виду заданий с графиком, которые присутствуют в сегодняшней версии контрольно-измерительных материалов. Вот задание 24-25. Составное задание, когда необходимо составить, подготовить доклад по какой-то определенной теме. Вот, ну и в данном случае, обратите внимание, я вот вам их, чтобы понимать, да, и вы могли использовать в работе с детьми, допустим, вот такие задания. Вот 24-е задание. Подготовить сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему экономический рост и развитие. Сложный план, ну, также должен содержать не менее трех пунктов, два из которых детализированы в подпунктах, да. Вот, в принципе, здесь у нас особенно ничего такого прям принципиально нового у нас нет. Поэтому план, да, мы составляем так же, как мы его составляли и ранее. Ну, если у нас идет вопрос экономический рост и экономическое развитие, то, конечно, мы должны соединить два этих понятия. То есть определить, да, что значит экономическое развитие, что представляет собой экономический рост. Для многих детей это одно и то же. На самом деле это разные вещи, потому что экономическое развитие предполагает прохождение экономикой всех фаз экономического цикла. То есть это и подъем, и экономическое сжатие или рецессия, и экономическое дно, кризис, да, и оживление, вот, ну и экономический пик опять и по кругу у нас развивается. То есть вот экономическое развитие включает все фазы цикла, да. А экономический рост, конечно, это лишь та часть экономического цикла, те фазы, на которых мы можем наблюдать прирост, положительную динамику в различных макроэкономических показателях. Ну и я думаю, что план мы, конечно, можем быстренько набросать, да, что такое вот понятие экономического развития, да, и здесь прохождение основных фаз цикла, можно их перечислить, да. Дальше экономический рост, да, и его виды, да, и мы знаем, какой есть у нас интенсивный, экстенсивный, да, какой еще смешанный, да, вот, дальше мы можем еще что показать в нашем плане. Факторы, да, или там, допустим, пути, или способы осуществления интенсивного роста, перечислить три как минимум, да, и экстенсивного роста тоже перечисляем три, да. Да, да, ну, к интенсивному росту мы улучшение технологии современные, да, улучшение качества используемых ресурсов, допустим, повышение квалификации, можем перечислить экономию на масштабах и так далее, да. К экстенсивному росту мы что, перечисляем увеличение количественных показателей, то есть использование тех факторов, которые мы ранее не применяли в производственном процессе, то есть идет не на улучшение качества, а именно на количественные показатели, вот, ну, и здесь мы можем наим дополнительной рабочей силы, использование кредитов, допустим, банковских, да, дальше открытие новых цехов, но с оборудованием прежнего уровня, да, ну, и так далее, то есть вот. Ну, и что еще в план, мы, в принципе, можем включить в план показатели экономического роста, да, вот эти вот ВВП, ВНП, национальный доход, уровень инфляции, уровень безработицы, ну, вот как-то так, да. Вот, вот, в принципе, с планом мы справились. А вот теперь смотрите, теперь смотрите, а дальше идет 25-е задание. Вот оно по смыслу связано с нашим планом. Здесь у нас еще идет что? Вот я смотрю здесь, Лариса Александровна спрашивает, так как правильно сначала условия реализации, а потом примеры или наоборот? А вот нужно читать задание. Если пишут там, сначала укажите то, а затем вот это. То есть здесь могут быть разные формулировки заданий. Поэтому вот здесь нужно, чтобы ученик очень четко следовал заданию, заданию, потому что мы можем, допустим, в демоверсии они могли дать, да, сначала укажите примеры, а затем назовите, допустим, функции, да, вот, то возможно, что вот эта конструкция, она может быть и изменена. Почему? Потому что это задание, оно проверяет компетенции. В данном случае компетенции не изменяются, да, одни и те же проверяются, но сам порядок ответа, он четко указан в самом задании. Поэтому обращать внимание на то, как спрашивают. Вот, дальше смотрите, 25-е задание здесь. Обоснуйте необходимость диверсификации экономики в развитых странах. Обоснование, ну, если не пишут, значит, это не принципиально. Значит, называем и приводим пример. Или наоборот, если у нас не написано, что сделать вначале, что потом. Значит, смотрите. Итак, диверсификация экономики в развитых странах. Почему она необходима? А дальше, какие крупнейшие экономические компании действуют в современной России, назовите три компании. Для каждой из компаний приведите по одному примеру, иллюстрирующий тот или иной вид экономического роста. Вот, теперь смотрите. Итак, вот это 25-е задание. Чудное задание, на которое нет ответов ни в демоверсии, ни в многих пособиях, которые были выпущены, в том числе наши, тоже не являются исключением, потому что делали очень быстро, не могли видеть ответа реального, который будет, да. Ну, вот тоже оказалось без ответа, да, только даны критерии оценивания. Но вот на этот год, на следующий, мы уже делаем развернутые ответы на задание 25. Ну, вот давайте посмотрим, как же тут можно ответить. Итак, необходимость диверсификации экономики в развитых странах. Опять, смотрите, обоснование может быть дано в одном или нескольких распространенных предложениях. Но, честно говоря, не дается в самом задании и в демонстрационном варианте тоже уточнение, сколько должно быть аргументов. Значит, по идее, как бы одного аргумента должно хватить. Но, опять, я не могу вам вот это гарантировать. И своих учеников я все-таки учу здесь вот дать, ну, два аргумента или дать более развернутое какое-то объяснение. Ну, давайте вот посмотрим, какой здесь может быть ответ. Итак, например, диверсифицированная экономика более конкурентно способна. Она развивает несколько выгодных направлений вместо одного и защищает страну от возможного кризиса вследствие упадка отдельных отраслей. То есть, если в какой-то одной отрасли вдруг возникнет кризис по каким-то причинам, то другая отрасль поможет вытащить страну из тяжелой ситуации. Если в одной отрасли у нас будет массовое банкротство и безработица, то другая отрасль поможет создать рабочие места. Ну и так далее. То есть, вот в данном случае, вот может быть дано вот такое обоснование. Ну, а дальше нам нужно было привести три компании. При этом нужно обратить внимание. Вот в данном задании просят привести именно три российских компаний. То есть, мы здесь не можем придумывать компания там «Груша» или компания «Яблоко» или еще что-то. Три крупных российских компаний. Ну, вот мы предлагаем, допустим, Сбербанк, хотя сейчас уже Сбер, да, можно сказать Яндекс, Московский метрополитен. Ну и дальше нужно что сделать? Нужно привести три примера, которые иллюстрируют разные виды экономического роста, которые используются данными компаниями. Ну, например, мы берем Московский метрополитен, который просто берет и расширяет свою территориальную принадлежность, строит новые станции метро. Это расширение вовне. То есть, это будет считаться что у нас? Это будет считаться рост какой? Экстенсивный. Вот мы так и пишем. Строительство новых станций Московским метрополитеном. Экстенсивный рост. Ну, взять компанию какую-нибудь агрохолдинг там, Юг Руси. Ну, допустим, опять же, что наим дополнительных работников на предприятие. Это символизирует или иллюстрирует какой экстенсивный рост. Дальше мы берем компанию применения, так, Сбер, применение искусственного интеллекта для организации работы с клиентами и обращением в Сбербанк. Это интенсивный рост. Да, это использование новых технологий, которые позволяют повысить и производительность труда, и качество услуг и так далее. Ну и, допустим, берем освоение новых отраслей экономики Яндексом, как, например, доставка еды и перевозки. Это будет какой? Экстенсивный рост. То есть идет расширение. Куда? Ширь. То есть использование новых каких-то способов. Хотя здесь мы можем тот же Яндекс привести, допустим, как использование каких-то особых технологий, либо можем взять, допустим, повышение квалификации и так далее. Да, Петр Григорьевич, всегда существует связь между заданиями 24 и 25. По крайней мере, 25-е задание, оно на эту тему. Оно может либо быть посвящено, ну, как бы расширению, получению новых каких-то знаний дополнительных о каком-то пункте плана и рассмотрении его, какой-то проблеме, которая в плане может быть только затронута. Но так или иначе, это вот такое составное задание. Вот. Ну, вот посмотрите еще одно задание. Например, доклад по теме «Система образования современной России». Да, ну и план. Здесь мы не будем на плане долго останавливаться, здесь несложно. Да, здесь можно что рассмотреть? И формы образования, да, и структуру образования, и саму систему, да, общая, профессиональная, дополнительная. Да, здесь тенденции в развитии образования современного можно рассмотреть, назвать их и так далее. А вот дальше смотрите, что у нас идет. У нас дальше идет «Обоснуйте необходимость непрерывности образования в жизни современного человека». Тоже, вот я считаю, конечно, вот в данном случае вот это задание, оно гораздо проще, чем предыдущее, про диверсификацию экономики, да, и про образование, я думаю, ученику будет ответить проще. Поэтому, ну, скажем так, если детям повезет, да, попадет такое задание, то это им повезет очень хорошо. Дальше смотрим, какие уровни образования существуют в современной России. Назвать три уровня. Дальше, это какое будет? Какое? Начальное, основное, среднее, общее, да, среднее, профессиональное, высшее, три любых уровня. И проиллюстрировать примерами особенности обучения на каждом из названных вами уровней. Да, да, и в данном случае, ну, вот здесь вот есть эти уровни, допустим, да. Так, хорошо. Дальше смотрим, допустим, вот такое задание, например, юридические лица, порядок их образования и ликвидация. Составить сложный план. Опять же, для детей, которые к экзамену подготовились, для них все понятно, что юридическое лицо – это что? Это организация, которая, да, имеет в своей собственности хозяйственном ведении, либо оперативном управлении, обособленное имущество. Выступает в гражданском обороте от своего имени, отвечает этим имуществом по своим сделкам, может быть, истцом и ответчиком в суде. Ну, когда-то попадались такие перлы ученических ответов, что юридическое лицо – это лицо с юридическим образованием. Конечно, да, такой ученик не справится с данным планом. Ну, а если он готовился к экзамену, он будет знать вот это определение, и отсюда он уже может и признаки юридического лица вывести, да, допустим, дальше, и вспомнить об организационно-правовых формах юридических лиц, да, это и товарищество, и общество, да, их разновидности, и кооператив производственный потребитель и так далее. Можно разделить их еще на коммерческие, некоммерческие, да, и так далее. Дальше что еще? Порядок образования, то есть регистрация, да, и ликвидация. То есть, в принципе, план, опять же, усложнен. В наших пособиях вы найдете многочисленные планы. Еще у нас есть такая книжечка, которая и посвящена вот этому заданию «Составление сложного плана развернутого ответа». В этом году она еще существует у нас в виде просто планов, там упражнения для того, чтобы научиться составлять сложные планы. Ну, а на следующий год она у нас выходит вкупе с заданием 25, и так и будет задание 24-25 на ЕГЭ по обществознанию. Вот, да, Кристина Алексеевна, все это в пособиях у нас есть. Вот, ну и дальше смотрим. Обоснуйте целесообразность создания юридического лица, то есть, какую роль, для чего его создавать, да, и какое значение это имеет. Какие способы ликвидации юридических лиц возможны? Назовите любые три способа. Для каждого из них приведите по одному примеру. Ну, вот здесь посложнее, я здесь приготовила вам ответы, да, что создание юридического лица позволяет, что выделить, оформить коллективные интересы, объединить капитал для участия в гражданском обороте, ну, а также, так как у нас это обособленное имущество, да, от общего имущества, от всего имущества, поэтому это снизит что? Предпринимательские риски. А если на следующий год ФИПИ опять что-нибудь придумает? Ну, от этого мы не застрахованы, если ФИПИ что-то придумывает, мы тоже будем придумывать, наподобие того, что вот придумала ФИПИ, потому что мы всегда на них ориентируемся. Но хотелось бы, конечно, чтобы вот в таком виде, в котором мы получили работу, чтобы она, по крайней мере, ну, пару-тройку лет хотя бы, как сказать, обкаталась, да, или вот прошла через реальные, реальное написание на экзамене, посмотреть, чтобы хотя бы можно было сравнить результаты, потому что если все время у нас будут меняться работы, да, несмотря на то, что, конечно, компетенции у нас остаются прежние, мы проверяем, в принципе, одно и то же, да, ничего совершенно нового не происходит, да, только меняются, видоизменяются немножко задания, количество заданий, но, так или иначе, возникает трудность в чем? В сравнении результатов. А это, конечно, плохо. Почему? Потому что нам же ведь всегда хочется сравнить, как написали выпускники этого года с прошлогодними, а как мы можем сравнивать, допустим, ведь работы получаются уже неравноценными, да, одно сочинение чего стоит. Вот вы знаете, честно говоря, я, конечно, понимаю, что работа была упрощена по видам заданий, по формам заданий, были алгоритмизированы ответы, то есть, чтобы меньше было вот этой субъективности проверки экспертов. Но, честно говоря, я считаю, что вот работа лишилась вот ее, ну, как бы, самого такого, ну, высоко статусного, самого требующего высоких умений, компетенций, вот с тем, что из нее было убрано сочинение. Его действительно очень трудно оценивать, но вот когда работаешь с сильными учениками, то как бы вот оно просится, это сочинение. Ну, и, честно говоря, мне жаль, что этого задания сейчас нет. Хотя для многих детей, для экспертов проверяющих, это, наверное, благо. Ну, посмотрим, что у нас будет дальше. Итак, вот мы смотрим, значит, что у нас тут нужно было, да, указать, указали, что это хорошо, да, когда, что это решает многие вопросы. Дальше смотрим. Способы закрытия предприятия по решению учредителей, банкротства и ликвидация по решению суда в связи, допустим, с отсутствием лицензии или с изъятием лицензии за определенные нарушения. Ну, и примеры. Примеры смотрим. В связи с тем, что бизнес-кооператива «Радуга» не принес прибыли, учредители приняли решение о его закрытии. Дальше. Стоимость имущества фирмы «Карат» была недостаточна для удовлетворения требований у кредиторов, поэтому в отношении нее начата процедура банкротства. И общество с ограниченной ответственностью здоровья было рекомендировано по решению суда, так как осуществляла деятельность без лицензии, а медицинская деятельность у нас требует особых разрешений. Ну, и вот еще такое задание «Государственный бюджет» тоже. Здесь составить план. Здесь, я думаю, ничего такого особенно сложного не будет по составлению плана по теме «Государственный бюджет». Понятие, структура, доходная часть, определить, что включает в себя доходно-расходная часть. Дальше. Виды бюджета в зависимости от соотношения доходов и расходов. Здесь можно дефицитный, профицитный, сбалансированный. Дальше. Виды бюджета в зависимости от основных направлений расходов. Допустим, там социально ориентированный, милитаризованный. Ну, и дефицит бюджета и способы его покрытия, допустим. Тоже можно перечислить. В принципе, нормально. Так. Да, я вот слушаю, Майя Владимировна пишет, что плохо, что не указывается, сколько должно быть ответов в заданиях с выбором. То и два, то и три, а то и четыре. Ну, в этом дополнительная трудность этого задания. В случае, если бы было четко указано, то такие задания бы все должны оцениваться одним баллом. А у нас во второй части практически все задания, кроме некоторых, оцениваются двумя баллами. То есть, да, это вот обращает. Так, в 25-м задании проще обосновать, что бюджет милитаризованный, нежели социально ориентированный. Ну, почему можно сказать о том так? Смотрим 25-е. Обоснуйте, что государственный бюджет РФ является социально ориентированным. Ну, знаете, уважаемые коллеги, мы сейчас не будем обсуждать эти вопросы. Почему? Потому что здесь у каждого может быть собственное мнение. Но, действительно, для каждой конкретной ситуации, наверное, характерно и определенное состояние бюджета. Учитывая, что, действительно, последнее время у нас тратились большие средства на нашу армию. И, наверное, не зря вы сейчас видите, да, что все это не прошло даром. С другой стороны, таких мер социальной поддержки, которые сейчас применяются в отношении семей с детьми, в отношении людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Ну, скажем так, если сравнивать с разными периодами нашей истории, я не беру СССР, когда это было социальное государство, которое, в принципе, обеспечивало бесплатно, то есть создавало большое количество общественных благ, которыми пользовались все бесплатно. И поэтому, допустим, не было такого количества пособий разных, да, и там льгот, да, но в то же время государство обеспечивало всем определенный уровень жизни. То есть ни для кого не было проблемой, допустим, оплатить коммунальные платежи, да, потому что они были очень дешевыми. Была бесплатная медицина, было бесплатное образование, ну и так далее, да, если мы возьмем, допустим, то, если мы сравниваем, допустим, с теми условиями, которые были в период рыночной экономики, то есть после, скажем так, распада СССР, то все-таки меры поддержки населения, социальная политика осуществляется. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все было гораздо более активно происходило и больше, но, тем не менее, скажем, мы не можем говорить о том, что ничего в стране не совершается и не делается, да, по этому направлению. Поэтому здесь можно и неплохо, допустим, взять национальные проекты, да, материнский капитал, да, взять, допустим, меры поддержки, которые были приняты при коронавирусной вот этой пандемии, да, взять меры поддержки, допустим, людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, тем же беженцам, допустим, да, с Украины, с Донбасса, их у нас очень много, да, ну и так далее. То есть при желании можно увидеть разные попытки государства, ну, создать благоприятные условия жизни. Хотя, конечно, скажем так, рыночная экономика, она все-таки создает определенные проблемы для производства общественных благ и социального обеспечения. Поэтому, ну, вот так, не соглашусь, что бюджет милитаризованный, разве у нас... Вот, я про это хотела бы сказать, что... И там, в принципе, разница идет, милитаризованным считается бюджет, в котором более 50% тратится на армию, ну, у нас пока гораздо больше тратится на социальную все-таки сферу. Вот, поэтому, Артем Николаевич, я с вами согласна. Да, и льготная ипотека, и еще какие-то разные меры, и материнский капитал тот же, да, и жилье многодетной семье, и программы по освоению территорий, да. То есть я думаю, что при желании, как говорят каждый, вот, что хочет, тот и увидит, да. Но мы должны учить наших детей все-таки видеть в жизни хорошее. Вот, с другой стороны, без определенного финансирования армии, флота, ну, скажем так, еще в свое время была такая знаменитая фраза, что если мы не будем кормить свою армию, то мы будем кормить армию своих противников, да. Вот, ну, я недословно, вот вспомнилась такая фраза. Так, ну, хорошо. И вот в данном случае мы можем посмотреть на что. Обоснование на социальную сферу, которая включает в себя расходы, на политику, образование, здравоохранение, тратится, расходуется более трети федерального бюджета. Дальше. Сокращение бюджетных расходов. Это способ у нас решения дефицита бюджета, да. Сокращение бюджетных расходов, внутренние и внешние займы, увеличение налогов. Ну, и в данном случае мы можем привести определенные примеры. Но, конечно, для того, чтобы говорить о бюджете, федеральном бюджете Российской Федерации, все-таки, наверное, на уроке, когда мы будем рассматривать этот вопрос, ну, наверное, надо познакомить детей с основным распределением средств, да, чтобы они могли все-таки приводить какие-то определенные примеры. У нас задание не носит дискуссионный характер. Задание направлено на умение выявлять ориентацию ученика в расходовании бюджета. Да, конечно, Петр Григорьевич, это я отвлеклась. Нас просят выявить, да, социальную ориентацию, значит, мы должны искать то. Если нам, допустим, приводится в задании вот именно такая установка, то мы должны искать именно социальную ориентацию. Да, здесь не спрашивают нашего мнения. Это просто мы вот так вот отвлеклись, да. Ну, и вот еще религия как форма культуры. Я думаю, вы со своими ребятами скачаете, вы скачаете презентацию и со своими учениками вы можете рассмотреть вот данные виды заданий на уроке и потренироваться в их выполнении. Ну, а я хочу сказать, уважаемые коллеги, да, здесь вот еще право на благоприятную окружающую среду и способы защиты. Я подобрала вам ответы. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на книги нашего издательства. Мы стараемся для вас. Коллектив авторов у нас весь представлен учителями, которые работают в самых разнообразных школах и в больших школах, где под 3000 человек обучается, и в маленькой сельской школе, где в общей сложности менее 250 человек учатся. То есть вот на самый разный, так скажем, контингент учащихся рассчитаны наши книги. Мы вместе со своими детьми прорешиваем задания. Где-то, смотрим, возникают какие-то трудности определенные. Очень хочется, чтобы, допустим, это трудное задание, оно встретилось им во время тренировки, а на экзамене пусть нашим детям попадаются легкие задания, с которыми они часто встречались, чтобы все у них было очень хорошо. И я желаю вам, уважаемые коллеги, здоровья, сил, вот такого вот, скажем, подъема. Сейчас весна у нас очень хорошая наступила. И обращаю ваше внимание, что если вы закажете в течение, вот до 14 апреля, какие-то учебные пособия по истории, обществознанию нашего издательства, вы можете воспользоваться промокодом «Общество.Факты». И в результате у вас будет 30% скидка. Но она, я думаю, покроет услуги по доставке книг. Ну и, я думаю, что можно очень хорошо ею будет воспользоваться. Еще хотела бы обратить ваше внимание. Сейчас вот ученикам нашим необходимо будет повторить весь материал, так как он распределен по учебникам самых разных классов, начиная с 6, 7, 8, 9, 10, 11. Очень трудно бывает собрать все воедино. Поэтому я рекомендую для повторения использовать тематический тренинг для подготовки к ЕГЭ. Такой же у нас есть тематический тренинг для подготовки к ОГЭ для девятиклассников. И, конечно, большой справочник. Есть у нас еще вот такой маленький карманный справочник, который тоже может помочь ученикам подготовиться к экзамену, быстренько повторить, систематизировать свои знания. Поэтому, уважаемые коллеги, спасибо вам большое за внимание. Посмотрите наши книжечки, заходите к нам на сайт, смотрите наши книги в книжных магазинах, в ваших населенных пунктах, где вы проживаете. Ну и мы вас ждем еще на наших вебинарах. Мы с вами не прощаемся. В этом году у нас еще кое-что для вас планируется. Ну а если что-то конкретно вам хочется рассмотреть, какой-то вопрос, то мы только за. Так что пишите нам. Мы можем организовать по вашим запросам какой-то специальный вебинар. Ну а в пятницу у нас будет проходить вебинар по истории и обществознанию. Его проведет Роман Викторович Пазин и Крутого Ирина Владимировна. Да, то есть это тоже наши авторы. Вы их знаете. И я думаю, с удовольствием встретитесь с ними. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok